Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы приступаем к изучению библейской книги «Исфирь». Эта книга рассказывает о том, как дьявол боролся с именем Христа. Как мы помним, об Аврааме было сказано Богом, что в семени его благословятся все народы земли. Имелся в виду под семенем один Христос. Поэтому, когда египетский правитель фараон приказал топить еврейских мальчиков в водах Нила, когда тот же царь Ирод повелел в Вифлееме избивать младенцев, во всех таких случаях это была борьба дьявола против возможности родиться в этот мир Христа. Именно так надо понимать вот эту борьбу. В книге «Исфирь» рассказывается о том, как однажды само существование еврейского народа было поставлено на грань между жизнью и смертью. Потому что дьявол знал, что по плоти от этого народа произойдет Христос, и все случаи древнего антисемитизма были связаны именно с этим. Потому что Лукавый хотел всеми силами остановить пришествие Христа, который по плоти сын Давидов, сын Авраамов. Книга «Исфирь» в еврейской традиции начинается восклицанием, если хотите, «Вай-хи». Когда мы изучали книгу «Руфь», мы касались этого вопроса. Восклицание «Вай» — это испуг, а «Хи» — это такое стесненное обстоятельство, когда уже крик становится невозможным. И если говорить о Священном Писании, то подобное восклицание «Вай-хи» встречается в Бытие, 14.1, и было во дни Амрафеля, когда цари собрались на войну, пока не появился Амрафель. До этого как бы не было в мире ссор и войн. Также этот возглас встречается в книге «Руфь» «И было во дни, когда судили судьи». А потом мы видим подобное «И был голод в земле», здесь тоже «Вай-хи» — это Бытие, 12.10, «И было во дни Ахаза» — это Прок Исаия, 7.1, здесь тоже «Вай-хи». И там же, 7.6, таким образом, вот этот вопль, с которого начинается эта книга, и этот вопль встречается в других текстах Ветхого Завета, это такое стесненное обстоятельство, когда еврейский народ мог и не выжить. И читаем по синодальному переводу. Во второй год царствования Артаксеркса Великого в первый день месяца Нисона сон видел Мордахей, сын Иаиров, Семеев, Кисеев из колена Вениаминова, иудеянин, живущий в городе Сузах, человек великий, служивший при царском дворце, он был из пленников, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, взял в плен из Иерусалима, Сихонии, царем иудейским. Надо сказать, что Мордахей в христианском понимании это прообраз апостольской проповеди и апостольской ревности. Сон же его такой. Вот ужасный шум, гром и землетрясение, и смятение на земле, и вот вышли два больших змея, и готовы драться друг с другом, и велик был вой их, и по вою их все народы приготовились к войне, чтобы поразить народ праведных, то есть народ святых, Божий народ. Здесь мы видим два больших змея, и народ Божий оказывается как бы между молотом и наковальней. И вот день тьмы и мрака, скорбь и стеснение, страдания и смятения великое на земле. И смутился весь народ праведных, опасаясь бед себе, и приготовились они погибнуть, и стали взывать Господу от вопля их произошла как бы от малого источника великая река с множеством воды, и высиял свет и солнце, и вознеслись смиренные, и истребили тщеславных. Вот такое видение видел древний Мардахей, и далее мы читаем, Мардахей, пробудившись после этого сновидения, изображавшего, что Бог хотел совершить, содержал этот сон в сердце и желал уразуметь его во всех частях его до ночи. А Бог чаще разговаривает с людьми через сновидения в тех случаях, когда нету доступа к библейскому откровению. Или люди находятся в очень стесненных обстоятельствах, и они как бы не имеют возможности взять священные свитки и рассмотреть, что в них написано. И здесь мы видим, что Мардахей содержал этот сон в сердце и желал уразуметь его во всех частях его до ночи. И пребывал Мардахей во дворце вместе с Гавафой и Фарою, двумя царскими евнухами, оберегавшими дворец. И услышал разговоры их, и разведал замыслы их, и узнал, что они готовятся наложить руки на царя Артаксеркса и донес о них царю. Надо сказать, что любой царь в любой стране, в любом народе является как бы тенью царя-царей. Господа Бога, который царь над всеми царями. А так как царская власть всегда попускается от Бога, даже власть нечестивых царей, то человек, который узнает о заговоре против царя, любого царя, он обязан об этом донести. потому что в Писании сказано «Не прикасайтесь к помазанным моим». Те, которые прикасаются к помазанникам Божьим, они как бы тычут пальцем во око зеницы Божьей. В око зеницы Божьей. И что интересно, в Библии, например, языческий царь Кир называется и Христом, и помазанником. Эти слова, они тождественны. Христос и помазанник. И когда читаем Библию на славянском, там прямо говорится Кир Христос, то есть Кир помазанник. Тем более, если речь идет о христианских царях, любой такой царь, он является Христом по благодати, в том смысле, что Христос, царь царей, помазанный Духом Святым, а правители земные являются как бы тенью от величия славы Христа Царя. И с древних времен христиане, например, в западной церкви они имели такой воинский девиз «Вива Кристо Рей» «Слава Христу Царю» Это немножко такая как бы испанская версия этого восклицания. И когда совершались сражения, то люди использовали этот клич, когда в первой половине XX века в Мексике были жуткие гонения на церковь, там было целое движение Кристерос, которое провозглашали «Вива Кристо Рей», то есть «Слава Христу Царю», и они назывались Кристерос в том смысле, что Христос Царь это для них на первом месте. Итак, Мордахей доносит Царю о двух заговорщиках, а Царь пытал этих двух евнухов, и когда они сознались, были казнены. Почему они были казнены? Тогда, когда они сознались. Когда человек сознается в своем преступлении, это значительно лучше, чем нежели он не сознается в своем преступлении, и его жизнь оканчивается. Сознаться в преступлении, это на самом деле есть вид некого раскаяния, когда человек сам изобличает себя. Царь записал это событие на память. У всех древних царей были такие памятные книги, куда они записывали, кому надо отомстить, кого надо наградить, что надо сделать. Царь записал это событие на память, и Мордахей записал об этом событие. Книга Эсфирь некоторым экзегетом она представляется как написанная Мордахеем. Но есть другая точка зрения, что две книги в Библии Руфь и Эсфирь написаны женщинами. Именно книгу Руфь написала Руфь, по-еврейски Рут, а книгу Эсфирь написала Эсфирь, по-еврейски Эстер. Эстер. И хотя в Библии сказано, никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимы Духом Святым, мы видим, что среди авторов библейских книг, в частности Руфь и Эсфирь были женщины, но они тоже были движимы Духом Святым, именно поэтому их книги, они присутствуют в священном собрании книг. И приказал царь Мордохей, и приказал царь Мордохею, Мордохею, служить во дворце, то есть это как бы награда ему, и дал ему подарки за это, то есть за то, что он предупредил царя о заговоре. При царе же был тогда знатен Аман, сын Амадавов, фугиянин, и старался он причинить зло Мордохею, и народу его за двух евнуков царских. Вот Аман это символ дьявола в этой книге в понимании отцов церкви, потому что Аман он все время клевещет на народ Божий, а царь Артоксеркс это образ Христа в понимании древних экзегетов, которые комментировали эту книгу. Атоксеркс правил посидарие в течение сорока лет, а сам город Суза берет свое название от реки, на берегах которой находится царский дворец Кира, роскошный пир Артоксеркса, о котором мы будем читать, символ духовных богатств и живых сокровищ, которыми Христос одаривает род человеческий. Вот такое аллегорическое прочтение этой части книги Эсвирь предлагает древний христианский комментатор Рабан Мавр. И мы читаем далее. И было после сего во дни Артоксеркса этот Артоксеркс царствовал над 127 областями от Индии до Эфиопии, в то время как царь Артоксеркс сел на царский престол свой, что в Сузах, городе престольном, в третий год своего царствования он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем, для главных начальников войска персидского и медийского и для правителей областей своих, показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней 180 дней. Вот такой был пир 180 дней. По окончанию всех дней сделал царь для народа своего, находившегося в престольном городе сузах от Большого до Малого пир семидневный на садовом дворе дома царского. То есть сначала он как бы делает пир для князей, а здесь он делает для народа, простого народа. Белые, бумажные и яхонтово цвета шерстяные ткани, прикрепленные висонами и пурпуровыми шнурами, висели на серебряных кольцах и мраморных столбах. Если атаксеркс в данном контексте это символ Христа, то князья, для которых в первую очередь он делает пир, это символ еврейского народа. А простой народ, для которого потом он делает пир, это символ всех остальных народов, которых уже Христос через апостолов призывает на свой мессианский пир. Золотые и серебряные ложа были на помосте устланном камнями зеленого цвета и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета, напитки подаваемые были в золотых сосудах и сосудах разнообразных ценой в 30 тысяч талантов, и вина царского было множество по богатству царя. Питье шло чинно, никто не принуждал, потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме его, чтобы делали по воле каждого. Действительно, мы знаем, что Господь Бог создал человека свободным существом, и человек имеет этот дар свободной воли, который в том числе и уподобляет его Богу, потому что Бог совершенно свободен в своих произволениях, в своих решениях, и человек, созданный по образу Бога, по его подобию, стяжающий его подобие, а он тоже абсолютно свободен. И царица Астинь сделала также пир для женщин в царском доме царя Артаксерса. Вот эта царица Астинь, она символизирует собой ветхозаветную церковь, которая возгорделась и восстала против Христа. Эта Астинь, она тоже как бы составляет альтернативу царскому двору, там тоже пир, и она делает пир, казалось бы, логично для женщин, но у ней свои какие-то мысли. И царица Астинь сделала также пир для женщин в царском доме царя Артаксерса. Пир для женщин это образ чувственных каких-то переживаний, потому что женское начало это сердечное начало, как мужское начало это думающее начало. В седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал Мегуману, Бесфе, Харбоне, Бигве и Авагве, Зефару и Каркасу всеми евнухам, служившим предлицом царя Артаксерса, чтобы они привели царицу Астинь предлицом царя в венце царском для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива. И Христос в своем первом пришествии приходит для того, чтобы показать красоту Ветхозаветной Церкви этой невесты приукрашенной. Но царица Астинь не захотела прийти на этот брачный мессианский пир по приказанию царя, объявленному через Евнухов. Помните, как в притче о званых и незваных на брачный пир, те, которые званные, они нашли множество причин, чтобы не пойти на этот брачный пир и находили для себя разные отговорки. И тогда было повеление собирать всех хромых, кривых, убогих. званные это званные через патриархов и пророков, то есть еврейский народ, а приглашенные позже это язычники. То есть, когда еврейский народ отверг Христа, то проповедь уже звучала по отношению к язычникам. Хотя вначале Христос говорит, что он пришел на Ипачи, то есть прежде всего к погибшим овцам дома Израиля. Но царица Астинь не захотела прийти по приказанию царя, объявленному через Евнухов. И разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем, и сказал царь мудрецам, знающим прежние времена, ибо дела царя делались пред всеми знающими закон и права. Приближенными же к нему тогда были Коршена, Шефар, Адмафа, Фарсис, Морес, Марсена, Мэмухан, семь князей персидских и медийских, которые могли видеть лицо царя и сидели первыми в царстве «Как поступить по закону с царицей Остинь за то, что она не сделала по слову царя Артаксеркса, объявленному через Евнухов». Кто-то может спросить, а почему перечисляются имена Евнухов, теперь перечисляются имена этих сарьим, князей, для нас какое-то значение имеет. Дело в том, что, скорее всего, это связано с тем, что книга была написана вскоре после описываемых событий, и названные имена — это имена свидетелей, которые могут подтвердить, что было так, как оно и было. Поэтому здесь их имена присутствуют. С другой стороны, все библейские имена — это говорящие имена. Если мы переведем одну группу имен, другую группу имен, то мы увидим некий смысл, почему царь обращается к этим, а потом к другим. Но это как бы задача более подробного изучения текста. «И сказал Мемухан пред лицом царя и князей, не пред царем одним виновна царица Астинь». Она возгордилась, отказала царю, как сказано о Христе. Пришел к своим, свои не приняли. «Не пред царем одним виновна царица Астинь», это речь Мемухана, «а пред всеми князьями и пред всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса, потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить «Царь Артаксеркс велел привезти царицу Астинь пред лицо свое, а она не пошла». Теперь княгини персидские и медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя, и пренебрежение и огорчение будет довольна, если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские и медийские и не отменяется о том, что Астинь не будет входить предлецо царя Артаксеркса. Астинь это образ ветхозаветного народа, Артаксеркс это образ царя Христа и когда Христос умирает и завица в храме разрывается надвое, после этого Дух Святой Кадеш Руах он покидает иудейский храм и уже они не могут предстоять предлецом царя, Бог избирает другой народ для себя, христианский народ, состоящий из многих племен народов и языков из верного остатка из самих евреев, которые уверовали от Христа, но таких было немного. Итак, должен приняться указ о том, что Астинь не будет входить предлецо царя Артаксеркса, а царское достоинство ее царь передаст другой, другая это церковь у веровших из язычников, которая лучше ее. Когда услышат о всем постановлении царя, которое разойдется по всему царству его, как оно невелико, тогда все жены будут почитать мужей своих от большого до малого. Вот здесь мы видим, что действия царя, являются иконой для его подданных, даже во взаимоотношении царя с его женой. То же самое мы видим по отношению ко Христу и Церкви. Когда дается совет мужьям любить своих жен, говорится, как Христос возлюбил Церковь, так и вы, мужья, любите своих жен. И угодно было слово сие в глазах царя и князей, и сделал царь по слову Мемухана, и послал во все области царя письма, писанные в каждую область, письменами ее, и каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтобы это было объявлено каждому на природном языке его. Здесь говорится о том, что это общий порядок жизни, когда муж глава жены, как и Христос глава церкви. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели первую главу книги «Эсфирь», и если будем живы, Господь позволит, мы будем дальше изучать эту книгу.